Итак, следующее. Это посадка с гитарой. Кстати говоря, многие, на мой взгляд, недооценивают вот этот фактор и в дальнейшем не могут избавиться от каких-то напряжений, усталости, еще от чего-то. В общем, от каких-то негативных эффектов. По большому счету, посадка с гитарой способна очень многие из этих эффектов убрать. Итак, здесь с чего я начну. Я покажу в целом просто как вот сеть с гитарой, максимально так скажем нейтрально и экономично с точки зрения усилий. Потом покажу основные проблемы, как люди в основном сидят. Итак, вот мы сидим, просто вот я сижу. Я, правда, сейчас в студии сижу и тут сидеть достаточно напряжно мне, но я думаю на любимом там стуле или диване вам будет отлично вообще. Вот вы просто взяли вот тупо сели, все у вас отлично, все вот вам сидится, спина не сутулить, сидеть вот прямо. Мы берем гитару, кладем ее на правую ногу. Это очень, кстати, такая тема. Многие, насмотревшись видео разных, говорят, вот он на левую ногу кладет гитару, у него все круто получается. Возможно. Но по ряду причин я предпочитаю изначально класть гитару на правую ногу. Да, это, ну вкратце, если касаться, это позволяет некоторых напряжений в правой руке избежать. Не важно. Вот мы взяли гитару, положили ее на правую ногу. Что дальше с ней делать? Немножечко кладем ее на себя, то есть как бы наклоняем. Если у вас стратоподобный инструмент, вот этот вот вырез на многих из них присутствующий, он вам как раз вот каким-то образом ляжет на туловище. И гриф в дальнейшем необходим немножечко вывести вперед. Таким образом, опять же, вот этот вырез прям как вот прям вставится в вас и все будет хорошо. Дальше следующее. Вот при этом вот этой посадке, если у вас нормальная гитара, ничего никуда не перевешивает, там не сверхтяжелый гриф какой-нибудь, то у вас гитара будет держаться сама по себе. То есть вот эта самая проблема, она у многих, между прочим, встречается. У них постоянно там гитара куда-нибудь падает, и он там держит ее левой рукой сильно. Или правая, например. Здесь все равно не получается. Вот мы сели, все у нас работает. Дальше. Для левой руки это положение имеет ряд преимуществ перед всеми прочими, потому что у нас гриф оказывается вот под глазами, под взглядом. Стоит там не то, что голову опустить, а просто можно вниз вот так глаза опустить, и у вас весь гриф, в общем-то, перед собой. В отличие от многих посадок, когда, например, люди вот для того, чтобы посмотреть на гриф, делают вот так вот, на мой взгляд, крайне неудобно. Кстати, очень хороший способ узнать пионера на фотографии. Да, да. Не в обиды будет сказано. Вот это вот загнутое положение головы. Как голова не отваливается, я не знаю. Не суть. Вот вы сели, левая рука, все хорошо, все удобно. Правую руку мы буквально вешаем на деку. Вот здесь, опять же, есть скос. Он буквально вам показывает, типа, клади руку сюда. Вот мы положили руку. У нас получается, что кисть находится фактически в воздухе. В принципе, 90% опоры, ну не то же 90%, там подавляющая часть опоры, то есть веса правой руки оказывается именно здесь. Вот это, кстати, одна ошибка такая из основных, которая ведет к усталости, к ряду неудобств, когда люди фактически держат руку за счет плеча. То есть вы буквально держите руку на весу, здесь у вас не то что опора, а просто вы как бы касаетесь и все. Многие, вот наверняка и многие из вас, по крайней мере, мне очень многие такие вопросы задают. Почему у меня устает плечо или там спина в районе лопатки? Что это такое? Почему так происходит? Ну, вы просто возьмите полчаса вот так вот походите, я думаю, что устанет еще больше. Опора на гитару у нас получается вот здесь, вот именно на деке. По аналогии, кстати, с классической гитарой, где классический гитарист точно так же опирается на деку, ну, на корпус гитары фактически. Да, только там посадка другая в силу геометрии другой инструмента. Но суть-то та же самая. И вот вы полностью положили практически правую руку на деку. Разумеется, какая-то часть массы у вас все равно поддерживается за счет плеча, от этого никуда не уйдешь, но, тем не менее, основа находится вот здесь. После чего, фактически, нужно для, например, осуществления глушения, демпфирования струн, нужно всего лишь придвинуть немножечко кисть к гитаре таким образом, чтобы ребро ладони коснулось струн. Все. В принципе, у вас кисть остается в воздухе. То есть, не должно быть опоры вот тут. Тем более, когда люди опираются пальцами, да, или давят ребром ладони на струны, что мало того, что не очень анатомично, оно еще и делает невозможным контроль за глушением, адекватный контроль. Многие же думают, что глушение – это вкол-выкол. На самом деле, этот эффект имеет огромное количество градаций. Но в этом случае вы эти градации полностью лишены. Так вот, самое главное – это ошибки, собственно, о чем я хотел рассказать. Называется «узнай себя». Первая ошибка, ну, она самая банальная. Человек, он практически держит гитару вертикально. Для этого вам надо правой рукой вот так вот через нее перегнуться. Я не знаю, в какой степени сколиоз это там вызывает у людей, но выглядит это крайне страшно, на самом деле. Следующее – это когда человек полностью подтягивает гриф на себя. Выглядит, опять же, таким образом, что правую руку надо вывести вперед. Автоматически вы держите ее исключительно за счет плеча, да, а левая рука играет в подмышки. Наверное, очень удобно, просто я об этом не знаю. Следующая ошибка – люди, многие свешают гитару вот каким-то образом вот так вот. Когда задница гитары свешена вот так у вас, то, понятное дело, она упадет, если вы не будете держать ее левой рукой. Добиться определенного расслабления левой руки, ну, будет значительно тяжелее. И, опять же, правая рука у вас фактически висит в воздухе. Опираться-то здесь уже не получится. То есть, еще раз подведем итог. Берем гитару, ставим на правую ногу, наклоняем на себя. Немного. Выводим немного, опять же, гриф вперед. Сажаем правую руку на вот эту часть корпуса и передвигаем кисть к струну. Все, вот у нас получилась, в общем-то, достаточно нейтральная, удобная посадка, которую можно использовать и в дальнейшем. Выводим. Выводим.